Жить стало лучше. Жить стало веселее. Когда веселее жмется, работа строится. Слово для доклада предоставляется Джеффу Бассойт. Другой взгляд на Сталина. Здравствуйте, товарищи! Я вам принесу привет от Бельгийского народа и от марксистской платформы Бельгии, которую я представляю здесь сегодня. В 1994 году, во время оголтелой Елчинщини, Людо Мартин, который основатель партии труда Бельгии, написал эту книгу. На французском, потом она была переведена на греческий, на английский, на португальский и на русский. Это книга. Можно назвать, что десятая глава этой книги появилась в журнале «Марксизм и современность». Который мы очень рекомендуем. Можно сказать тоже, что Людо Мартин, как председатель партии труда Бельгии, связал теорию и практику. Спустя годы, в 1995 году, он послал представителей в Ленинград и в Москву, чтобы познакомиться и сотрудничать с коммунистами, с настоящими коммунистами России. А поэтому некоторые товарищи могут свидетельствовать. Да, помним. И это стало сотрудничеством международное. Были тесные связи тоже с коммунистами Украины, Белоруссии, Латвии и так далее. В этой книге Людо Мартинс опровергал так называемые хорошо известные истины о Сталине, которые стали частью подсознания западного человека, и не только западного, о так называемом завершании Ленина, насильственной коллективизации, уничтожение гвардии старых болшевиков, сговоры с Гитлером и так далее. В идеологическом строении партии опровержение антисталинизма играло ключевую роль, потому что защищать учения Сталина – это защищать марксизм, ленинизм на теории и практике. В этой легендарной книге, посвященной защите исторической роли Сталина, Людо Мартинс разоблашил, критиковал ревизионизм и оппортунизм всех мастей «От троцкизма до горбачевщины» и анализировал ситуацию постсоветской России и в странах бывшего социалистического лагеря. Я не буду повторять то, что другие ораторы уже сказали о роли Сталина. И я хотел подчеркивать международную роль нашей борьбы идеологической в защите Сталина. В течение Первой мировой войны европейские буржуазные государства разоряли друг друга из-за перераспределения колониальных добыч. Потом при поддержке великобританских, французских, чешских интервакционных войск реакционные классы и царистские силы развязали белый террор. Большевики сумели мобилизовать широкие массы крестьян на стороне рабочего класса и организовать массы против своих врагов. Без этого социализм не торжествовал бы в России, и белый террор восстановил бы репрессивный аппарат. Ленин разрабатывал существенные причины социалистического развития при диктатуре пролетариата. С 1924 года до 1953 года Большевистская партия под руководством товарища Сталина выполнила суд планов Ленина. Советский Союз создал социалистическую систему и создал Третий Интернационал. Большевистская партия совершила индустриализацию с 1921 до 1941 года и это разрешило выполнить главные задачи, главные нужны трудящиеся и победить над фашистскими войсками. С 1920 года Большевистская партия внесла свой клад в укрепление международного движения. В Советском Союзе 1928 года 7% крестьян не имели земли, 35% были бедными, 53% относительно благополучными, 5% были богатыми, кулаками, которые управляли 20% всего зерна на рынке. В течение классовой борьбы при коллективизации бедное крестьянство выпускало свою накопленную независимость к богатому классу кулаков. Эта классовая борьба, организуемая бедными и средними крестьянами, себя показала решающей в коллективизации. Чистки, которые Большевистская партия организовала в 1937-1938 годы, были необходимы. Из-за угрожающей войны в течение чисток были совершены ошибки. В большинстве неизбежны и за сложность борьбы Сталин сам хорошо осознавался в том, что ухудящее международное положение и растущая опасность войны определили особенный характер политической борьбы внутри партии. Пока Советский Союз защищал свою честь и интересы международного рабочего класса, в других странах коллаборационисты действовали вместе с Гитлером во Франции, например. Множество социал-демократов голосовали за полномочия коллаборационного режима Петена. В Бельгии Бельгийская социал-демократическая партия открыта фалила Адольфа Гитлера как освободителя. В этом контексте можно понимать необходимость, крайняя необходимость чисток партии. Одна минута. во всех капиталистических странах экономическое, политическое и идеологическое давление от буржуазии на коммунистов очень тяжело. есть революционеры, которые вдруг выбирают легкий путь вниз, в оппортинизм. И во всех странах это так начинается, они открывают правду о сталинизме, о преступлениях Сталина. И он принимает буржуазные, мелкобуржуазные версии истории революционного движения при Сталине. Разве одна из этих критик ввела к революционной практике важнее творчества Сталина? Нет. Теория оценивается высоченной практикой. И коммунистическое движение при Сталине потрясло весь мир, дало новые направления истории человечества. Спасибо за внимание. Кому угодно задать вопросы. Спасибо. Нет вопросов. Есть вопрос. Я живу здесь, точно. Здесь? Да. Чемпионат футболга. ваша билетийская машина, туристическая машина. Выходит молодежь. К вам это не относится, молодежь. Такая команда. Выходит девушка, такой прикид, знаете, вызывает. Снова там принято у вас Европа. Наши ребятишки мелкие. Наши мелкие ребятишки обступают этот автобус. Выносит журналы порнографии. Я иду. это билетийка. У вас трехцветный флаг, да? Три цвета. Три цвета. Да, да, да. Да, да, да. Моя билетийская. Да. А в чем ваш вопрос? Мой вопрос в том, что она, я говорю, вы знаете, что, не надо этим ребятишкам эти журналы. Там статуя такая. Я прошу прощения, какой это нашли докладу? Слушайте дальше. Нет, подождите. Мы вопросы задаем о существу доклада. Тема, тема, Если вас не касается доклада, по теме доклада у вас есть вопрос? Нет вопрос. Пожалуйста. Борьба продолжается, сталинская борьба. Сталинская, я ее называю Сталинская. Но почему получается в Бельгии считается, что эта территория ваша бельгийская, как она мне проспекту, карту? В России нету, что ли? Пожалуйста, сформулируйте вопрос писемного видимого и передадим докладчику. Присаживаем. Коротко, одна минута. Если хотите ответить, пожалуйста, отвечайте. могу посажать? Конечно, не всегда это цвет нации, который посвящает футболные матчи, но в истории Бельгии надо различать. Во время войны были коллаборационные, были фашисты из Бельгии, которые здесь, в Ленинграде, воевали. это одна сторона. Другая сторона, что в Бельгии было сопротивление против фашизма, против нацизма под руководством коммунистической партии, под поле. и были даже один полк советских людей, которые в Бельгии под поле с нашими сопротивленцами боролись. я предлагаю, что вы различаете в нашей Бельгии то, что положительное и то, что отрицательное. Ответ не предусмотрен по регламенту. Понятно. Спасибо, товарищ Башуит. Башуит.